Какие фигуры считаются дальнобойными? Слон. Слон еще? Ферзь. Какая? Ферзь. Еще? Ладьян. 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 Значит, эти три фигуры дальнобойные. Только ходит ферзь, а все посчитают, сколько из разных точек. Довольствие, ферзь стоит в центре доски. Как он ходит? Он может пойти сюда, сюда. Но он ходит по всей стороне. Как фигуры, как ладьян, как шумон. Как ферзь, он ходит, но он не может как конь. Значит, ферзь может пойти. Вот к тому, что он стоит в центре доски. Ферзь может пойти на любое поле по горизонтали. Сюда, сюда, сюда. То есть на любое поле по горизонтали. Сюда, сюда, или сюда. На любое поле по горизонтали. Он может вот сюда сходить. Да, это любое поле по диагонали. Это называется горизонталь, да? Это доска. Да, давайте секундочку, начнем на доске. Сколько полей на доске? Кто знает? 64. 64, значит 8 горизонтали, вот это первая горизонталь, вторая, третья, четвертая, 8 горизонтали. Они здесь номерованы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8 на доске вертикали. Давай, ты знаешь, как они называются, эти вертикали? А, Б, С, Д, И, 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 И Это поле как называется? C4 Это поле как называется? C5 Значит, это карбанского боя, да, просто вы находите вертикаль G и горизонталь G5 Это поле как читается? C6 C6, правильно. Это поле как? H4 Значит, поле как разогрались Доска, и чёрный момент, что всегда, некоторые забывают, ставят доску вот так, то есть белое поле в левом углу Значит, всегда чёрное поле, левый нижний угол Это вы знаете, здесь нам обочина доска рассказывает, что у каждого игрока в левом нижнем углу чёрное поле И у второго игрока, с той стороны, он так был, у него тоже будет левое поле чёрное Теперь, ну, поля белые и чёрные, они чередуются Есть такая известная, очень смешная задача Не совсем шахматная Вот представьте себе, что у нас есть Представьте себе, что мы из доски Или просто у нас лист клетчатой бумаги 8 на 8 Ну, такое же, вот, только цветов нет Обычные лист клетчатой бумаги из тетрадки И вот эти поля А1 и А6 вырезанные Тогда спрашиваются, можно ли покрыть такую фигуру Значит, будет такая фигура, сколько мы ей полили? 62 62 62 поля Теперь, представьте себе, что мы покрываем доску костями домино Такие 2 на 1, костёшки Вот такого размера Вот, задачка такая, можно ли покрыть эту доску костями домино Размером 2 на 1 Так, чтобы все поля были покрыты 32 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 33 Поменьше, то есть вообще полей полей у них, правильно? Всего 64 полей, 32 белых, 32 черных. Мы два черных поля вырезали, поэтому у нас получается 32 белых поля и 30 черных. Правильно? Ну, два черных поля вырезали. А каждый костик домино покрывает одно и то же количество. Одно белое, одно черное. Значит, если мы как бы не открывали, у нас получится, костями домино можно покрыть одинаковое количество белых и черных полей. Понятно, что... Ну, так смешной пример, что он по отношению не имеет, просто такая интересная задачка. Я говорю, что фигурам. Значит, сколько... Получается, сколько ходов у ферзя из центра? Вот это... Значит, вот эти четыре поля, Д4, Н4, Д5 и Н5, вот эти, называются центр доски. Он может сделать 7 по вертикали, 7 по горизонтали, 7 по этой диагонали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще по этой диагонали меньше ходов. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается 3 по 7, 21 и 6. 27 ходов. Вот здесь самая такая... Данаболевая фигура, 27 ходов может сделать из центра. А сколько она может ходов сделать из центра? Кто знает? Ты уже посчитал. Сколько? 24. 21. Нет, а? 21. Кто больше? 21. 21. 21. 21. Смотрите, в фигуре сколько можно было сделать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четыре, восемь. Ой, есть. 21. И здесь раз, два, три. И раз, два, три, четыре. То есть получается тоже 7. Утого? 21. 21. Значит, ясно, что ферзь в центре имеет больше разгонок, чем ферзь в крае. И вообще фигуры, которые находятся в центре, они всегда имеют, как правило, в ней имеют больше ходов. Теперь добавляют. А? Если играть в партии или нет? Нет, мы сейчас рассматриваем, да, мы без партии пока, конечно. Мы сейчас говорим просто, как бы пустая доска. Теперь ладьяк, что у нас имеет? Она по верстикалии по верзонтали. Она ее сейчас по верстикалии по верзонталии. Значит, что? Да, она может сделать четырнадцать ходов. Да, она может сделать четырнадцать ходов. Но что интересно, потому что она не важна, где она находится. Она может и в центр сделать четырнадцать ходов, правильно? Семь по верзонтали, семь как сказать. И даже если она находится в углу доски. То же, то же она может сделать четырнадцать. Семь сюда, и семь сюда. На ладьи, в принципе, все равно где она стоит, что в центре доски, что на краю доски. И еще одна вернагонняя фигура слона. Слоны какие бывают? Двух сортов. Они бывают по черным клеткам. Как называется? Чернопольный и белокольный. Если слон стоит по черным, на черных полях, он никогда не может попасть на белок. Потому что он ходит только по диагонали. А диагонали всегда имеют один свет. А такой слон, если он стоит здесь, на поле какого? Как он называется? Если он стоит на поле Д5, то он ходит только по белым полям. Если он на поле Е5, то он ходит по щелым полям. Но здесь, давайте, если он находится в углу доски, сколько у него полей? Семь. У него семь полей всего. А если он находится в центре доски? Намного больше. А если он находится, например, в крае доски? Четырнадцать. Нет, в крае доски сколько отсюда? Восемь. Нет? Восемь. Семь. Семь. Семь, значит, тоже семь находится. То есть, если он находится на трое доски, то в углу доски все равно. Да, семь. Но если он в центре доски, то тоже он, если он находится в центре, то на него лучше, чем на трое. То же самое для белопользования. Белопользование слонами. Такое количество. Так, еще у нас с фигур у нас осталось неохваченное. Конь. Нет, еще три даже фигуры. Конь. Про короли говорят. Значит, король понятно. Король ходит. На все соседние поля. Он может пойти на И4, на Е4, на Д4, на Д5, на Д6, на И6, на Ф6, на Ф5, на Ф4 и на И4. Ну И, это по-английски И, а на русском языке произносится как Е, просто Шахман и иннотация, да, вы знаете. Я смотрю, что по-лимене знаете Шахман и иннотация, но эти буквы читаются там А, В, С, Д, Е, Ф, Г, А, Ж, то есть не И, а Е. Значит, у него сколько ходов здесь, в центре? Восемь получается, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ходов в центре. А если, ну, правильные доски? Пять. А где, а где ему хуже всего, где он не умеет всего полей? У него меньше всего полей всего углов. Сколько? Три. Три, правильно. Если он стоит здесь, то он может ходить сюда, сюда и сюда. Три, да, 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 да. То есть, первое, мы забрались. Теперь самая хитрая фигура какая? Кой. Даже такое выражение здесь, ход конем. Ну, говорят по человеку, если он схитрил или там что-нибудь такое придумал смешное. Он чем отличается? Что если, вот, допустим, все дальнобойные фигуры, которые мы смотрели. Они выходят через фигуру, а он ходит. Да. Все дальнобойные фигуры, они могут, вот, давайте, если мы забрнемся, он ходит на любое это поле, и он может все промежуточные поля, вот между этим полем и 5, и поле ваш 8, он на все эти поля тоже попадает. А кость, а все другой. Он на промежуточные поля не на какие-нибудь попадает. Вот он может с поля и 5 куда попасть. На 3, на 3, на 3. Ну, сколько сила полей? На 6, на 7, на 6. Сколько? Сколько сила полей? А? 7, 6, 7, 7. 8. А, да, 8. 8. Значит, с гиперателем может попасть на D7 и D7, на C6 и D6, на C4 и D4, на D3 и D3. И получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8 ходов. Но, что интересно, что он с этого поля попадает на это, допустим. Но вот здесь соседние поля, которые, они к нему никакого значения не имеют. Они все, он на них прилетает, как бы по воздуху. Он отрывается, летит и пристреляется здесь. Если у Даня Балли, фигура, все прогрюнточные поля, он может находиться тоже под его вниманием. То как бы он попадает только на конечные поля. Так, а в Е коре хуже всего? На краю, а разные троя бывают. А здесь, например, у него сколько ходов? 1, 4. 4. Какие? На какие поля? g3, f4, g7, f6, f6. И g7. Вот 4 раз, 2, 3, 4. А если почитает, где хуже всего ему? В углу. В углу сколько ходов? 2. 2. 2. f2 и g3. И все, правильно? Поэтому, для коня важный, где он находится, вот с этого поля? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот эти поля, вот, до сих нет, просто они отсутствуют. Вот. Поэтому на два поля мы ищем. Теперь нам осталось добраться с пешки. Пешка как ходит? Пешка в начале игры, она может ходить на две клетки, а так она ходит только на одну. Ну, в начале игры можно ходить и на две, и на одну. Но только если она в начале игры. Да. А в обычном положении, если она не в начале игры, если она уже сделала ход. Сюда, а бьет сюда. Значит, пешка может либо ходить, либо просто сама по себе, либо брать чему-то фигуру. Значит, если она, причем взяться у нее, и ход отличается. Сама по себе находит либо на одну поле, либо на два, но во всех остальных поля только на одну. А брать может, с какими словами уже. А сюда она что может взять? А сюда для чего? Нет, если стоять нельзя. А, да, она может взять вот так. Значит, пешка идет только наискосок. То есть, вот, либо пешка может взять, либо пешка наискосок. Вот, ну, не обязательно пешка, конечно, она может взять любую фигуру, кроме короля. Вот, если слона будет стоять, она может отсюда побить слона, ему отсюда побить коня. Выгодно побить слона лучше. А? Выгодно побить слона. А? А почему? Ну, сейчас парк не расслаблю, мы просто говорим о правилах. Еще осталось разобрать два хода. Во-первых, у пешки и еще и у пешки. У пешки есть, кроме того, что она может ходить либо вперед, либо бить по диагонали. Она еще и самая. Она может становиться любой фигурой, когда придется ходить. Да, значит, если она доходит до седой горизонтали, Допустим, у нас сейчас в поле нет, свободное. Вот пешка, если она доходит, вот она пришла сюда, до седой горизонтали, а следующим ходом она может превратиться в какую фигуру? Ферзя не должна понять и не войну. Она может превратиться в любую фигуру прямо к врагам. Да. Причем если... Она может и так превратиться в ферзя. Она может остаться в пешке? А? Она может остаться в пешке? Нет, остаться не может. Если она делает ход, она должна либо превратиться в ферзя, вот так сливается пешка, становится в ферзь. Либо в ладину, в ферзя, либо в ферзя. А в выражении сейчас означает, там, пешка превратилась в ферзя. То есть там человек достиг какой-то вершины, говорит, ну, пешка, он был не кем, а стал каким-то знаменитым, говорит, пешка превратилась в ферзя. То есть она была, 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 была пешкой, а потом раз, и стала ферзя. То есть человек чего-то достиг. Но она может, конечно, превратиться и со взятием. То есть если она дошла до седьмой перегонтария, то она может, допустим, здесь стоять слон, она может взять слона. Ну и тоже превратиться в одну из... Король, слон, конь, ладья и ферзь. В одну из пяти ферзь может превратиться. Почему? А в одну из четырёх? Ага, не считайте. Ферзь, ладья, слон и конь. Да, в одну из вперёд. Вот, теперь ещё есть... Лучше бы она в короля превратилась. Ага, а в королям было... Тогда его королям расслабить. Но бывает такой шуточный жанр, всякие задачи шутки, юмористические, это мы с вами потом посмотрим. Это... Это, конечно, не по правилам, не по правилам. А если сейчас шуточная мега, амазонка тоже шахтует, только так петь может какой-то... Да, да, но это просто взяты. Но разные сказочные фигуры, это уже не по правилам. Это просто люди придумывают разные сказочные фигуры. Мы сейчас говорим, настоящий шахмат. Теперь у нас ещё осталось взятие на проходе. У пешки есть одно особое взятие на проходе. А, я знаю, я знаю. Это, допустим, когда вот тут чёрная цель, а она хочется либо вот так? Нет, нет. Это когда пешка прошла дальше вот этого поля своего, ну, вот середина, она прошла дальше. И она может хранить свой пятый взгляд. Да, значит, если пешка делает исходный ход на два хода вперёд, вот с любого поля, это, это, это... Но в этот момент белая пешка стоит вот здесь. Она проходит как бы поле, которое белая может хранить вот это. Но она его проходит. И всё равно белая пешка может её взять на проходе. Вот такое правило. Все знают его, да? Или не очень? Я его взял. Первый раз. Ну? Первый раз? Ну, вот, значит, это единственное исключение для... Так, подожди. Не надо. Значит, это единственное исключение для пешки. Когда она может взять на проходе. Это если она из исходного поля. Вот, например, пешка стоит здесь. Есть... Вот, например, такая позиция. Вот они вот такую позицию. Вот эти пешки прошли сюда. А... А чёрный в этот момент... В этот момент играет вот так. Какой белый могут сделать скос? Они могут взять пешку. Слева. Вот, они могут взять двумя скосами взять на проходе. Они могут взять на проходе беды своей пешки. Вот, здесь пешка снимается. И... Это как будто бы то же самое, что если бы чёрный сделали бы не на два хода... Хода бы не на два хода, а на один взяли вот так. А они сделали на два хода, и всё равно так берётся. Вот это правило не проходит. Последнее, собственно, из правил шахматы, который пирог касался. Значит, какие пирог существуют? Длинные и короткие. Длинные и короткие. Длинные и короткие. Значит, давайте снимем все фигуры. Снимем все фигуры. Снимем все фигуры. Вот, как здесь компон... Что такое короткая радиовка? Короткая радиовка, это когда король ходит на вот это поле, а вот я ходит на это поле. Понятно, да? Это король радиовка. А длинные? А тут вы доказали, что она никому не видна. Длинные – это король ходит сюда. Радиовка. Радиовка – это когда король ходит на две клетки, не так как обычно, а ладья – две клетки. Ну да, можно... Чтобы не забыть, можно считать, что ладья подходит к королю и король перепрыгивает. Это длинная рокировка. А если король снялся с места, то уже нельзя никакой. А здесь тоже ладья подходит к королю и король перепрыгивает. Это король перепрыгивает. И точно так же ходит, рокировку могут сделать черную. Но, что важно, что рокировка возможна в первых случаях. И если король или ладья не ходит? Если король и ладья... Допустим, если король будет действовать, то он не может уже никак. Да, да. Тогда он просто стоит не на том поле. То есть рокировка делается только в тот момент, если король не ходит. А если король, даже если король не бросался зарплат, то он не может? Не, ну, если зарплат, то не на то можно. И еще важно, что он не может... Делать эти король купить шаху или мать? Во-первых, если шах королю... Что такое шах королю? Шах это как шах... Дело в том, где можно уйти, а король может рубить шах или как-то шах. Это шах, да. Если шах, например, то в этот момент рокировку сделать нельзя. Нельзя. На шах можно либо начислить или подгонять королю. Либо сенатой, либо... Ну, начислить и подгонять фигуры, да. Вот. Значит, и еще последнее правило, что рокировка... Нет, рокировка невозможна, если, допустим, вот это поле промежуточно бьется. Вот. А, да. Если, например, стоит... Вот. Ну, под шах вот здесь стоит поле, то вот если рокировка невозможна, то поле под двою. Теперь... Теперь еще осталось понять, что такое маг. Шах — это просто когда нитурецкие фигуры нападают на вашего короля. Это шах. Маг — это когда на короля нападают фигуры, и ему не надо сходить. Вот. На него нападают черные фигуры, и еще одна осталась. Не обязательно черные. Черные фигуры или белые. И а не и выfficija... Вот это больше, вот на доске... На доске мат. твоя немного чер, отличная. Доска мат, потому что на рюкер ходит. Это поле бьется белой пешкой, это поле у нее задней пешкой. Сюда они могут ходить потому что слоном бьет. Сюда волон Plant может ходить потому, что фигурρά бьет. На эти три поля он не может ходить по многим причинам. Если пешка и пони бьют. И эта палитка, кстати, не может возникнуть. Это мат. Потому что у королевы падали. А, падали, когда королеву не ходили, ему не упадали. Не за королеву, а фигурам некуда ходить. Их ход, а фигурам некуда ходить. Нет одного хода. Да, ну... Ну или нет, или нехот. Например, самый простой пример. Вот, ну, представьте, что больше ничего нет, вот видите, допустим, вот этого всего нет, вот там убрали, вот ход чёмных, куда им ходить, у них один король, это более нельзя ходить, потому что ладья бьёт, это более нельзя ходить, потому что слон бьёт. Это мат. Нет, это не мат, потому что король на королях никто не нападает. Это нельзя. Это пат, да. И пат бывает, конечно, когда пальцы совершенно безнадежные, но вдруг выясняется, что вы не можете делать ни одного хода и добивайтесь ничьей.